Ну и последнее. В Омск прошел фестиваль анимации, комиксов, научной фантастики и компьютерных игр Dive Fest. Его участники сходят с ума от своих любимых персонажей и пытаются перевоплотиться в них в реальной жизни. Зачем? А главное, сколько времени, сил и денег уходит на это, выясняла Елизавета Василевич. Александра начала заниматься косплеем 9 лет назад. Костюм мага Дринейки из игры World of Warcraft сделала из подручных материалов, например, рога из пеноплекса. Александр говорит, косплей – это творчество, которое позволяет раскрыть в себе актерские способности, таланты гримера и художника. Мне нравилось какие-то вещи создавать. И мне нравится, как из куска непонятно чего создается что-то абсолютно другое и удивительное даже. Главное в создании костюма – это точность в мелочах, а мастерство совершенствуется с каждым годом. Сколько денег уходит на материалы, парики девушка и не считает. Главное ведь удовольствие. Работа над костюмом начинается с выкройки. Потом ее переносят на материал, вырезают, сгибают при помощи строительного фена. Мы сделали макет доспеха для рук. Это называется наручное. Его создание ушло около минуты. В зависимости от материала, который будет выбран, конечный результат может выглядеть так. Вот эта вот часть вырезалась отдельно, так же, как и декоративный элемент. Затем все это покрывалось автомобильной краской и художественным акрилом для создания теней. Другое популярное движение на фестивале – танец, как правило, корейский поп. Сегодня это не только музыкальный стиль, сочетающий в себе западный электродэнс, хип-хоп, но и многомиллионный бизнес, популярная субкультура. Это тоже своего рода косплей. Фанаты копируют хореографию и даже внешний вид кумира, пытаясь максимально вжиться в его образ. Омские студентки создали танцевальную кавер-группу «Люминенс» пять лет назад. Тренируются три раза в неделю. На аренду зала каждая из них тратит полторы тысячи рублей в месяц, плюс костюмы к соревнованиям. Но денег им не жалко, тем более вложения в себя окупились. Группа выиграла поездку в Южную Корею. Девушки стали финалистами российского кавер-дэнс-фестиваля. Это довольно сложно, потому что надо сосредотачиваться сразу на многих вещах. На том, что ты танцуешь, на том, как ты танцуешь, на том, что ты при этом делаешь лицом, мимикой и так далее. Я как бы абсолютно не жалею о времени, которое я провела как кавер-дэнсер и просто как кип-попер. Но, пожалуй, самое дорогое увлечение – это коллекционирование. Свою первую фигурку Максим купил после того, как увлекся аниме в начале 2000-х. Сейчас в его коллекции 68 штук, все из Японии. Цена каждой – от 60 до 300 долларов. В рублях стоимость этой коллекции оценивается в несколько сот тысяч рублей. Но продавать хотя бы части ее Максим категорически отказывается. Наоборот, копит деньги на новые, эксклюзивные фигурки. Зависит от популярности персонажа, от к кому он относится, от серии, лимитная она или нет. Потому что это очень важно. Ограниченные серии всегда дороже. И от производителя. Впрочем, по-настоящему увлеченных людей в Омске немного. На фестиваль манги, аниме и косплея «Дайфест» зарегистрировалось немногим более двух сотен участников. А в Японии это уже часть национальной культуры. Специальные конвенты собирают сотни тысяч участников и зрителей. Именно сюда едут фанаты костюмированных шоу со всего мира. На костюм антураж они тратят тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Ведь на что не пойдешь, чтобы хоть ненадолго стать своим любимым героем. Елизавета Васильевич и Александр Лысак. Омск здесь.